Эти дни у жильцов дома номер 87 по улице Энгельса прошли в борьбе с потопом, где подручными средствами были тазы, ведра, кастрюли и прочая кухонная утварь. И виноватыми в той самой борьбе были не безответственные соседи, а разбушевавшаяся погода. Трубы стали выкладывать, крыши стали вокруг трубы раскрывать, и с этим пошла проблема. Какие именно проблемы у вас? Протекает крыша, везде затапливает, протекает крыша, потолки. Сильно, когда ремонт начался с мая месяца, мучаемся. Это же не только моя квартира, все на пятый этаж жалуются. А вы кому-нибудь жаловались? Нет, никому. Рабочие работают, кто инженер или прораб, не знаем, им говорили, жалуются. Он вот так сказал, что ладно, знаем мы. По словам мастера монтажно-строительных работ Игоря Шляхтина, капитальный ремонт в доме начался в июне, а крышу стали демонтировать в июле. Хотелось бы, чтобы люди тоже, жители этого дома, отнеслись с пониманием. Крышу начали буквально две недели назад только монтировать, делать, разбирать. Такие ситуации возникали и будут возникать. И хотелось бы, чтобы они просто потерпели еще месяц. Мы делаем все, что от нас зависит. Работы ведут согласно всем проекту. То есть никаких отклонений у нас нет. Мы делаем все, что можем. И первый год как бы работаем. Хотелось бы, чтобы жители еще немножко потерпели. Сейчас, буквально через месяц, крыша будет уже готова. А что делать людям, если дожди зарядят надолго? Остается один выход. Молить, чтобы Господь Бог подарил им ясные солнечные дни. А пока у жителей этого дома, конечно, большие и очень серьезные претензии к строителям. Потоп случился во многих квартирах на пятом этаже. Комиссия. Комиссией будут обходы, будут составляться акты. И за счет фирмы и за счет еще каких-то средств будем решать этот вопрос. Правильно ли я понимаю, что эта проблема не останется без внимания? Совершенно верно. Никто без внимания это не оставит. Будем же сами разговаривать, договариваться. В настоящее время на крыше дома полным ходом ведутся работы по предотвращению протекания кровли. Правда, как зафиксировала наша камера, молодые люди во время настилов больших пакетов работали без предусмотренных охранной труда, страховочных приспособлений. Они не стелют, они убирают мусор, а кровлю стелют и производят монтаж специалисты Грандстроя. А это просто разнорабочие. Хотелось бы заметить, что после прошедшего ливня к нам на телевидении поступает немало тревожных звонков. Конечно, с жалобами людей на испорченные квартиры и имущества. Но особенно сильно хочется посочувствовать жильцам дома номер 2 по улице Полива и села Каргали, которые сквозь свою крышу могут видеть звездное небо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!